Школа безопасности Всего на слёт приехали 36 команд. По две от округа – старшие и младшие возрастные группы. Это победители муниципальных этапов соревнований. Ребята, с теми сложностями, я уверен, и испытаниями, которые вы за этот период времени столкнетесь, вас это сделает и сильнее, и увереннее. И тем более, я уверен, что вы обретёте новые навыки, которые пригодятся вам в дальнейшей жизни и будете транслировать их в своём муниципалитете. После церемонии открытия, финалом которой стал парад участников, ребята отправились на этапы, которые им предстоит пройти в ближайшие дни. Команды будут состязаться в навыках оказания первой помощи, транспортировки пострадавшего из зоны ЧАЭС, действий в условиях аварийно-химической опасности и решения пожарно-тактических задач. На одной из площадок обсуждала предстоящее задание команда «Извидного». Пострадавшие будут сидеть. Здесь мы выбиваем стёкла. Ярик туда пролезает. Он оттуда пролезает. Да, он оттуда пролезает. И сюда здесь статистам закрывают глаза и лицо. Кстати, в прошлом году команда «Рубеж» победила в зональных соревнованиях. Но по стечению обстоятельств не принимала участие в областном финале. Поэтому сейчас школьники настроены только на победу. На самом деле нашей команде, у нас восьмой класс сейчас, мы уже выступаем как старшая команда. В следующем году девятый класс, экзамены, ОГЭ, подготовка, поступление и так далее. Команда уже расходится, потому что кто-то уходит после девятого, кто-то остаётся до одиннадцатого. И для нас сейчас важна победа. Для нас сейчас главное работать и работать, чтобы выйти на Россию. Но всё же главной целью слёта школы безопасности является пропаганда здорового образа жизни, формирование готовности подрастающего поколения к защите Отечества, созидательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности. А потому и само проживание ребят является тоже частью проверки их навыков нахождения в походных условиях. Парк Апаренки на ближайшие четыре дня превратился в настоящий палаточный лагерь. Ребята сами устанавливали себе жилища на это время. Они здесь сами готовят пищу, конечно, с помощью руководителей. И не разводят ни в коем случае открытый огонь, готовят на газовых плитках завтраки, обеды и ужины. Поверьте, еда здесь самая вкусная. И аппетит у ребят бо. Дружеское общение, новые контакты, обмен опытом, весёлые вечера, дискотека в завершении слёта. Вот что ещё ждёт участников, кроме соревновательного процесса. Добавим лишь, что победители областного этапа будут представлять Подмосковье на межрегиональных соревнованиях, которые состоятся в конце июня во Владимире. Татьяна Акимова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.